Инсульты делятся на два вида. Ишемические, в силу нарушения просвета сосуда головного мозга, да, и геморрагические, то есть происходит разрыв сосудистой стенки, наступает кровоизлияние крови в головной мозг. Значит, причин, причин инсульта очень много. Значит, одна из главных причин – это нелечённая своевременно и качественно артериальная гипертензия, которая влечёт за собой постепенное ухудшение эластичности сосудистой стенки, замедление тока крови, повышение уровня артериального давления, в силу чего наступает ишемический инсульт. Кровоизлияние происходит в тех случаях, когда человек, допустим, страдает теми же высокими цифрами артериального давления, когда он вовремя не принимает медикаменты, когда он на фоне высокой артериальной гипертензии, в общем-то, переносит физические, эмоциональные и другие перегрузки. Причиной инсульта также является высокий температурный режим, поэтому в жару лучше сидеть дома. Какие основные признаки? Если у пациента с высокими цифрами давления или даже при нормальных цифрах давления появилась головная боль, появилось онемение в области лица, области конечностей верхних, нижних, да, с какой-то одной стороны, появилось головокружение, шаткость при ходьбе, пациент должен или его родные срочно вызвать на дом скорую помощь. Есть четыре способа распознать этот недуг. Скажите, чтобы человек улыбнулся как можно шире. У больного это не получится. Попросите произнести элементарное предложение. Например, сейчас идет дождь. Предложите приподнять руки. Больной это никак не сумеет сделать, либо сделает частично. Попросите человека высунуть язык. Если он искривлен или повернут, это еще один признак инсульта. В ближайшие три часа должны доставить больного в стационар. Это называется светлое окно или светлый промежуток. В это время мозг может еще, как говорится, активно восстанавливать свои утерянные функции. Если идет пролонгация во времени, иногда к нам доставляют через сутки и позже, то это, в общем-то, плохо. Это плохо, это поздно. Многие слышали и о препарате, который, применив в первые часы инсульта, способствует скорейшему выздоровлению пациента. Однако медики к такому уколу относятся осторожно и очень серьезно. Этот укол делается только лишь при ишемических нарушениях мозгового кровообращения. Значит, этот препарат делается тогда, когда есть возможность в течение этих трех часов больному произвести компьютерную томограмму. И если на компьютерной томографии мы получаем ответ, что это четко ишемический инсульт, мы можем вводить этот препарат. Свободного аптеки его нет. Его надо заказывать, его, в общем-то, получают, как говорится, по запросу. И все же до приезда медиков родные должны уметь правильно оказать первую помощь больному. Уложить, уложить удобно, чтобы голова не была запрокинута. Вот, повернуть голову на бок, потому что очень часто, если высокие цифры давления, присоединяется что? Рвота. Вот, чтобы больной не захлебнулся рвотными массами. Уложить, растянуть воротничок, если видим, что испарено на лбу, протереть влажной салфеточкой лицо. В общем, придать удобное положение. Не стараться запихивать, то есть, давайте выпить какие-то там таблетки. Вдруг больной не может проглотить и может поперхнуться, не стараться его там заливать водой. То есть, даем по чуть-чуть с ложечки, смотрим, проглотил, даем следующую каплю воды. То есть, вот это вот так, то, что могут сделать родственники.